всем доброго времени суток здравствуйте дорогие друзья ну что снова мы с вами снова мы этот это видео посвятим небольшому обзору еды как всегда мы любим поесть но вы тоже поняли сейчас идем по направлению спермите на небольшой обед ланч видели что здесь какой-то есть стейк кафе стейк ресторан ни разу там не были честно скажу хотя бы за многое время не проходили да ну скажем так повод появился на мой взгляд совсем тот повод который ожидали ожидали но все равно вещь хорошая приятная скажем так любом случае этот день я всегда отвечаю правда все дома с коллегами на работе в этот раз в связи с пандемией все дома поэтому думаю все дома отвечать будут сами по себе но мы вот решили сходить на обед на ланч с мамой и что-то вкусненькое съесть паку да хотели да на стейки это решили попробовать дойти посмотреть работать лет кафе и если там стеки в общем пойдемте вместе с нами подходим и мы вообще идем в ресторан замес так называемый бар игре а пиво и игре мы смотрим там что-то еще есть в бар барашек и никогда не видела здесь только не вижу что написано здесь по-настоящему вкусно в общем итоге мы выбрали ресторан бар замес и как оказывается это целая сеть я вам сейчас покажу где еще в москве есть это кафе и рестораны смотрите оказывается их даже несколько не в пунцево плазу и в уфимоле есть а я в уфимоле даже ни разу не видела и у них и доставка и всякие скидки промокоды в общем поехали по меню различные закусочки есть всякие крылышки о очень мне нравится по крайне мере я как как-то пробовала перец вот этот вот очень вкусный в татайском соусе такой остренький вкусненький лепешечки есть тарелочки тебя голодные ну креветки стандартно селедочка орешечки но это больше да больше бар на к пиву я поконите мясца бы съела у вас салаты сладких помидоров с трахуном и жареным сыром вот мне что нравится прям нравится тоже на это смотрю вот если салат с хрустящим баклажаном я очень люблю такой салатик он даже фирменный суп из из копченого на гриле ребра и колбас не хочешь супчиков с росбисом и трюфельным и жареным грибами да мне кажется очень вкусненько ребру prime барбекю запеченные карамелизированные свиные ребрышки есть стык есть есть корея ягненочка различные шашлычки брискет ну это тоже неплохо все очень даже неплохо медальоны стейки вот стейк мачете стриплоин ну и конечно же бургеры и бургеры о рыбка кстати для тех кто не есть мясо очень неплохая рыбка даже рапаны так интересно ну да такое меню тяжело его сама листать паста хлеб но и наверное десерты пока гриль о сосисточки различные мои десерты в общем меню хорошая цены фонда и цены вполне стандартные стандартные а это по напиткам как видите выбор пиво здесь ну приличный и бочковой на разлив и бутылочные безалкогольные сидр ну я сказал так неплохо неплохо даже крепкий алкоголь есть в общем и меню красивый такой вот приятно смотреть или стать и смотреть ему приятно в общем неплохо выбор есть мы сейчас будем заказывать будем кушать его все расскажу и коктейли на безалкогольные в том числе и соки свежевыжатые вообще все от ли они мы пиво одно темное второе нас вишневая оба они были как темно это вот это вишневая судя по всему до пива темная темная замес вишневая какой-то и десерта на предложили в общем сейчас будем пробовать за вашу здоровье и за наши тоже мой губон а вкусненькая на темная для вишневая мягко мягкая дай попробовать чечень тоже вкусненькая вкусный пиво на самом деле очень вкусно пиво вишневая и темная замес вкусно это вкусно а я хочу сказать что мы заказали мы заказали по салатику один салат с томатами и жареным сыром вам пришла второй салат это салат жареным баклажанами и заказали два вида мяса первое мясо это томленная стечи говядина как раз для зубков чтобы она могла это жевать а второе это какая-то нарезка из стейка street line в соусе и с овощами не запомнила как называется но нам принесут попробуем тоже захотелось вроде стейка в то же время чего такого необычного в общем сейчас все вот мои хрустящие баклажаны и мамин жареный сыр с томатами сейчас будем пробовать обратите внимание здесь принесли наши и до салатов и потом для мяса очень удобно вкусно я в детстве ненавидела кинзу я не знаю почему он у меня напоминала по запаху по вкусу лопу так у меня было ощущение да и даже ну скажем в детстве и в такой юности она всегда кинзу это чувствовал за версту если где-то у нас бабушка папина мама мама моего супруга она всегда везде любила класть и дачу на я надеюсь отказалась ажа в ролик полезно в общем не в этом смысл здесь есть кинза но здесь все это ли ты определенным соусом таким вот кислотом это так вкусно но я сейчас пробую жареный синий во-первых мне очень мне нравится и помидорка очень это самое главное нравится и теперь я пробую сашу салат саша не любит когда я у него из тарелки пробую но он у него такой аппетитный что мне очень хотелось попробовать здесь очень интересные баклажаны дорогие друзья что-то волшебно они на самом деле простишье соусе в таком и в то же время они внутри мягчайшие салат вкусненько я отреклась работа вкусно вкуснее я тоже очень вкусно я хочу сыра вы знаете дорогие друзья я сейчас могу сказать вот судя судя по салату пока что то что мы здесь были в округе Дмитина мне вот это заведение недаром мы на него долго смотрели очень жарко что мы в него раньше не заходили здесь ну пока очень вкусно прям вот очень очень вкусно я не знаю что будет по горячему по мясу но это вы узнаете вместе с нами но пока я вот прям вот от кухни в большом восторге это страна не чисто у вас если нам второе блюдо это вот мой кусочек это кусочки мамины но они довольно приличные не знаю как камерка же уменьшает немножко размером они хорошие опять будем тоже пробовать ну что мне пока есть салат ну мам да пока есть салат я приступила здесь соуса вот как много соуса она под мясом все было я попросила себе прожарку максимальную ну как бы я не очень люблю спорю мне так хочется к ней в тарелку залить мясо очень мягкое при этом очень сочное непонятно то что правда пушарка максимальная и что мне кажется перца многовато не что я перец люблю но прям он просто немножко перебивает вкус мяса так прям просто да я пробую поё Я так на нее засмотрелась, оно так смачно жует. Будем мою мяску как-нибудь. Мое мяско томленое. Ребята, для моих зубов. Ммм. Наварки прямо скает. Спасибо большое. Ммм. Очень вкусно. А здесь... И емли-то вкуснее. Если то было, мне больше нравилось по-емли-то. А мы сейчас за нее попробуем. Но перцы и правда везде. Хорошо. Здесь прямо ее незначетное. Все равно очень вкусное мясо. Мммм. Косно-косно. Очень вкусно. Дело в том, что в этом ресторане мы с вами будем очень часто встречаться. Потому что здесь хоть и меню не очень большое, но есть что попробовать. Скажем так, редкий ресторан, куда хочется вернуться. Вот именно хочется. Не то, что вот необходимость, как мы вот иногда в Андерсон ходим, потому что хочется покушать где-то вне дома. Обстановка там позволяет. Ну, я могу сказать, что мы теперь Андерсону изменим. Мы теперь будем... Ну, лучше мы ходим на 500 метров дальше, но с вами сюда. Да. Когда нам хочется покушать, мы теперь будем приходить сюда. Так что все, кто нас смотрит, просто очень рекомендую. Да. Как вы видели, в Москве их несколько. Да. Мы не знаем, как в других. Многое может зависеть от повара. Но я думаю, в любом случае сетевой ресторан, он везде пытается поддерживать рецептуру. Да. В общем-то, она должна быть одна. Вот. И здесь мне очень понравится обстановка. То есть, это вообще какая-то там. С одной стороны, у нас как спорт-бар. Даже используется спортивный канал на большом экране. Но с другой стороны, очень уютно. И вот днем, если она на музыку, можно спокойно, в принципе, поговорить. А главное, если нам теперь кто-то будет приезжать в гости, раньше мы думали, куда пойти там с гостами. А она, по-моему, по выходным работает до двух часов ночи. Можешь спокойно прийти сюда, здесь отлично посидеть. Вообще, друзья мои, те, кто меня знает, давно ходили приезжать ко мне в Митте на гости, но они приезжали. Велкам. Я даже знаю, куда вас везти. Сейчас сидим, сражу ли рассуждаем, что уже, в общем-то, февраль, в феврале мы всегда уже думаем о нашем отдыхе. Куда поедем. Но в этом году нам деваться некуда. У нас это тур. Не потому, что мы хотим или не хотим. У нас с прошлого года до сих пор висят этот тур день. Он нам в прошлом году отказался возвращать. Точнее, не возвращать, а в прошлом году делать переброне на какие-то отели в прошлом году. Он сказал, что по его внутренним законам мы можем эти деньги, которые мы застряли в связи с закрытием границы пандемии, можем использовать как перец. Можем использовать только на точно такие же даты 2021 года. Шаг в лево, шаг в право, на расстрел. Ну, просто для тех, кто не знает, дорогие друзья, у нас в прошлом году, мы тоже в феврале, когда еще о пандемии, в общем-то, речь не шла, мы купили себе в прошлом году тур на апрель-май в Турцию у Тест-тура. И когда вот началась вот эта вся ерунда с пандемией, то у нас, ну, естественно, как и у всех, кто купил себе туры, у всех это заморозилось. Но Тест-тур это единственная туристическая компания, которая эту заморозку перенесла строго на 2021 год. Причем она, ну, по идее, они должны были как-то уведомлять своих туристов, заключать с ними доп. соглашение, то, что турист согласен, то, что его тур будет перенесен на точно такие же даты, потому что, может, кому-то эти даты не подходят. Там, может быть, ну, вообще, может быть, кто-то не хочет 20 ферм в этом, а кто-то захочет в 20-м году. Но всякое может быть, ждать 2021 года, ну, как бы, это не самый большой выход. То есть у нас у многих друзей в других компаниях практически все. У нас есть друзья, которые будут армать с Туру. Они в этой депозитной, то есть деньги ушли на депозиты, они, когда отрылась Турция, приходится дважды съездить отдохнуть. Мы же в 20-м году дважды пытались уехать за деньги, которые висят, за наши деньги, которые висят. За наши деньги, которые мы заплатили Тестуру, и мы и писали, и предлагали им какие-то альтернативы. Причем мы смотрели альтернативы, ну, понятное дело, что поменялся курс, но мы смотрели не в рублях, скажем так. То есть нам сказали, у вас в евро такая-то сумма, вот, а понятное дело, что мы смотрели и стоимость евро, то есть мы теряли в данном случае. Хотя по закону деньги должны были, то есть для перебронных турб, должны были действовать тарифы, при которых изначально бронировался турб. Мы даже были согласны потерять эту курсовую разницу и взять отели меньшего класса. Ни в какую, вообще ни в какую. Они нам или не отвечали, или я пыталась везде ездить, пыталась договориться и к юристам пыталась обратиться в Тестуру, но меня даже к ним не допускали, собственно говоря, они говорили пандемии, извините, пишите нам. Нет, один ответ мы получили официально от Тестура. От юристов Тестура? Да. Мне было прописано, что да, действительно деньги, но они не могли по другому. А теперь 50 у нас на депозите. Вы можете их использовать на любые даты 2020-2021 года. И мы, когда вот с этой официальной бумажкой пытались уже через агента своего переделать тур на 2020 год, мы пытались в конце августа уехать и в октябре. Уже непосредственного менеджера отдела бронирования Тестура, с кем связывается наш агент, через кого происходит бронь, говорила, что я такой бумажки не знаю, это какая-то фитерная грамота, и вообще ваши курьеры сами ее состряпали. У меня есть внутренние распоряжения, даты тура перенесены на точно такие же апреля 2021 года, и вот вам они тур. Они хотят поехать в 2020 году, платите снова деньги. Они хотят, но пусть ждут 2021 года. И в итоге нам перенесли даты ровно на те же даты, на которые мы бронировали в прошлом году. То есть вот прям вот ни шаг влево, ни шаг в право. Да, и если мы хотим перенести как-то наши даты, то это уже идет дополнительно. То есть это уже идет отказ от тура и перенос дат. Замечательно строились. Фак, то есть мы когда делали чазун перебронить на те же самые даты, мы поменяли отель. Причем мы поменяли отель, потому что он уровень чуть-чуть ниже. По цене. По цене он дешевле и много дешевле. И мы думали-то поднимем там категорию номера, как бы за разницу цены, либо чуть-чуть продлим вот это количество дней. На что, ну да, либо если деньги остаются, то как-то, ну то есть подумали там, где разница должна. Надеялись на то, что у нас как-то или деньги останутся, или мы как-то можем там... Ну разница разница. В общем, что-то у нас какой-то бонус, плюшка будет. Вот, а смысл оказался в том, что... Тестор сказал, что то, что вы забронировали, захотели отель чуть ниже, чуть дешевле, это ваши проблемы. Всю разницу мы оставляем себе. Да. Если вы захотели отель дороже, вам пришлось бы это платить. А если вы захотели дешевле, ну это хоть там тройку, там пусть будет у вас там разница, будет даже тысяча евро между этими отелями. Это все разница наша. Когда мы высчитывали стоимость отеля, отдельная стоимость билетов, нам Тестор заявил, что наши билеты на двоих стоят 500 евро, то есть по 250 евро с человека. А на самом деле? А на самом деле наши билеты, когда вот мы переделали переброн, нам Туркиши выдали вот этот вот... Тестор? С билетами, да, электронный билет. И там внизу было прописано стоимость. Стоимость одного билета туда-обратно 150 евро. Итого это 300, то есть 200 евро. Тестор опять положился в карман. Вот так вот. У Туркиши была акция, недавно совсем. У них была большая скидка на билеты, можно было туда-обратно за 20 тысяч рублей лететь, но здесь даже был в другом смысле. У них бизнес-класс был по очень хорошей цене, можно было бизнес-класс в одну сторону взять за 20 тысяч рублей. А у меня день рождения, я думала, сделай себе на подарок на день рождения. Но мы не успели. Да, но мы не успели его взять. Мы пока, в общем-то, пока собирались все это сделать, эта акция, она была буквально два дня. Вот сейчас, конечно, мне подорожали, но не настолько. Просто мы смотрели стоимость других билетов того же самого S7 либо Aeroflot. Если брать тарифы с багажом, а ехать в Турцию на пол-парой две недели без багажа, ну это как бы смешно. Ну и чтобы они были как-то, чтобы их можно было поменять. Ну, с багажом можно, да, они уже как-то как-то возвратные ченщики. То получается или столько же, или даже дороже. Поэтому туркиши. Ну, а вот теперь сидим и рассуждаем, куда же мы поедем потом, ведь хочется уже как-то запланировать, и в то же время понимаем, что при нынешней ситуации планировать что-либо вообще очень сложно. Единственное, что мы точно сделали, это в августе месяце, кстати, в этом году у Нижнего Новгорода 300 лет или 500? Нет, 800. 800 лет Нижнему Новгороду. По-моему, да. Мы где-то это увидели... Чуть случайно. И на август месяц приходит самое торжество. По-моему, в конце 19-го, 20-го август. Как-то вот так вот. И мы забронировали отель в Нижнем Новгороде на пешеходной улице по очень хорошей стоимости. Хотя мы когда смотрели эти отели, мы там были уже с Ржули в Нижнем Новгороде, и уже знаем примерно где брать в каком месте отели. И когда мы там смотрели отели, то вы представляете, там многие отели уже на эти даты в стопе. Да? Нет, ну мой дядя Людм Хрош. Ну да. В августе месяц вы увидите на него обзор. И вот он наш чек. Итого на 2... На 3,230. То есть примерно чуть больше 1500 рублей на человека. Ну... Ну, я бы сказала, очень хорошо. Здесь, в принципе, не такая, как бы, высокая стоимость за пустейки. Думаю, средняя по Москве, в принципе. А еще большой плюс, у них есть электронные чивые. Ну что, вот мы и покушали. Я сказала, опять снова наживались, как обычно. Ну, во всяком случае, блондинка очень хорошо перекусила. Люблю и покушали. То есть на пару часиков тебе хватит. Нет, на самом деле, все нам очень сильно понравилось. В общем-то, у нас появился теперь любимое заведение. У себя в районе, да. Да. Куда мы теперь будем по поводу ходить. Ну, что без повода иногда. Ну да. По настроению. И нам все очень понравилось. Всем очень рекомендуем данное заведение. А на этом наш блог заканчивается. Да? Сегодняшний, да. Как обычно, мы вам всем желаем здоровья. И хорошего настроения. Которое мы создаем себе сами. Пока-пока. Всего хорошего.